Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Истории людей, перенесших ковид-19. Экскурсию по инфекционному госпиталю провел лично руководитель управления здравоохранения Гамаль Тохсамбаев. В Тимиртау женщина с красным статусом оказывала услуги по наращиванию ресниц. Нарушительницу выявила мобильная группа. Тимиртауский музей открыл онлайн-экспозицию ко дню строителя. Представлен редчайший экспонат удостоверения первостроителя Каргресс. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 23 человека меньше, чем было зарегистрировано днем ранее. Нурсултаны и Алматы по-прежнему занимают лидирующие позиции. На третьем месте Карагандинская область. За вчерашний день здесь зарегистрировано 1038 новых больных. По данным экспертов, имеются три явных пика в истории развития пандемии коронавируса. Первый связан с диким штаммом в июле 2020 года. Второй в марте-апреле 2021 связан с циркуляцией альфа-штамма. И текущий пик связан с циркуляцией дельта-вируса. Сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить появление новых мутаций, которые могут быть опаснее, чем дельта. И достичь этого можно благодаря коллективному иммунитету за счет вакцинации, заявили эксперты. Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, уверен, что процесс вакцинации при ослабленных карантинных мерах будет вести к формированию новых вакциноустойчивых штаммов коронавируса с высокой заразностью. Он призвал казахстанцев ответственно отнестись к своему здоровью. Очень жаль, что многие идут на поводу у популистов, которые, кстати, неплохо зарабатывают на своей бурной деятельности против вакцинации. Однако закономерный вопрос. Какой ценой? Ценой здоровья и жизни огромного числа сограждан? Вместе с тем, я с уважением отношусь к мнению тех, кто пытается найти истину, разумно сомневаясь в безопасности и целесообразности вакцин. Ведь нелегко принять ответственное рациональное решение касательно своего здоровья, когда кругом столько противоречивой информации. Я лишь призываю всех доверять научной истине вместо домыслов и необоснованных слухов о вакцинации. Лекарств от коронавирусов пока не создано, а человечество не придумало ничего, кроме вакцин, чтобы эффективно бороться с пандемией. Ежедневный мониторинг занятости коек показал, что более половины за пациентами с коронавирусной инфекцией – порядка 30 тысяч мест. В стране развернуто свыше 52 тысяч инфекционных коек. Занятость по республике составляет 56%. В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется готовность дополнительно развернуть 12 тысяч инфекционных коек для лечения коронавирусной инфекцией. До 50,5 тысяч реанимационных коек без остановки плановой медицинской помощи. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Истории людей, перенесших ковид-19. На этот раз журналисты направились в госпиталь первого уровня, где принимают тяжелобольных пациентов. Экскурсию по инфекционному госпиталю провел лично руководитель управления здравоохранения Гамаль Тухсамбаев. Тамара Сушка попала в госпиталь с 40-процентным поражением легких. Первую неделю женщина лечилась дома под присмотром врачей из поликлиники. Когда состояние ухудшилось, ее привезли в клинику Макожанова. Женщина не устает благодарить врачей за своевременную помощь. Они столько труда тратят на нас. Очень тяжело в этих костюмах. Все. Ну, большое спасибо. Они меня вот подняли. У меня сейчас динамика, врач сказал, хорошая, легких. Правда, это осталось все еще. Но уже пошло уплотнение. Сказали, новых очагов не будет у меня. И люди то, что вакцинируетесь. Потому что те, кто вакцинировался, они легче переносят. У меня дочка тоже переболела. Она вакцинировалась. Дети заболели у ней маленькие. И оказалось, что у нее тоже. Но она перенесла очень все это легко. Дома? Дома. На карантине посидели. Уже карантин кончится. Все, они вылечились. В основном пациенты инфекционного госпиталя – люди в возрасте с сопутствующими заболеваниями. Многие отмечают, что испытывали страх перед лечением в больничных стенах, но напрасно. Поступила сюда, можно сказать, в тяжелом состоянии. Десять дней проболела дома с высокой температурой. И в первый же день сюда, когда мне привезли, мне оказали очень хорошую такую, как сказать, помощь. На следующий же день я уже себя прекрасно чувствовала, благодаря вот такому персоналу, вот такому заведующему нашему. Очень внимательные, добродушные люди. По правде говоря, я очень боялась поступать в больницу. Не было желания, какой-то был страх. А это, кажется, совсем все по-другому. Очень благодарна всем, всему этому персоналу. От ковида не застрахованы и молодые люди. Течение болезни у всех проходит по-разному. 35% было поражений. Было очень тяжело дышать постоянно на аппарате с кислородом. Но вот сейчас уже, чтобы пять дней прошло, после лекарств уже могу спокойно сам дышать. Кислород хороший. Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области отмечает, что число заболевших коронавирусной инфекцией растет. Новые случаи связаны с распространением дельта-штамма. Хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день учитывая ситуация в Карагандинской области, отмечается с тенденцией того, что заболеваемость ежедневно увеличивается. К сожалению, есть тяжелые пациенты, которые поступают во все госпиталя. Готовность нашей Карагандинской области мы уже определили с учетом того опыта, который мы накопили в период первой волны. В последующем была длительная затяжная вторая волна. Сейчас мы говорим о том, что есть в связи с приходом индийским штаммом, дельта-штаммом заболеваемость на сегодняшний день на территории Карагандинской области увеличилась. Среди госпитализированных пациентов практически нет вакцинированных, заявил Гамаль Токсамбаев. Руководитель облздрава призывает жителей области вакцинироваться, чтобы в случае заболевания перенести его в легкой форме. Уважаемые граждане, еще раз говорю, прислушивайтесь к мнению специалистов. Не нужно смотреть различные социальные сети, в которых несведущие в медицине люди описывают те случаи, которые не подтверждены ни фактами, ни объективными данными. Однозначно могу вам сказать, что вакцина действует, помогает и защищает наше население. Спасибо. Клиника Макожанова с начала пандемии является госпиталем первого уровня. Здесь лечение проходят больные со всех уголков нашего региона. В настоящее время реанимационных коек в госпитале 24, профильных – 120. Оснащенность лекарствами и средствами защиты – стопроцентная. Толжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в продолжение темы. В Тимиртау женщина с красным статусом оказывала услуги по наращиванию ресниц. Нарушительницу выявила мобильная группа. Лидеры АШХ продлевают работу до полуночи. А на поддержку бизнеса выделены миллиарды тенге. Об этом и многом другом в следующем материале. Ковид не помеха. Так посчитала женщина в Тимиртау и продолжала принимать клиентов, несмотря на положительный ПЦР-тест. Она занималась наращиванием ресниц и ежедневно находилась в тесном контакте с десятками девушек. Теперь неизвестно, обойдется ли им жажда красоты в проблемы со здоровьем. В отношении 30-летней женщины составлен административный материал и передан в Управление санитарно-эпидемиологического контроля. Ей грозит штраф на сумму 670 тысяч тенге. Сама нарушительница сделала вид, будто не знает о своем статусе. Вы инфицированы. У вас красный цвет АШХ. А вообще у вас симптомы чем-нибудь было? Ну, пару дней в группу не было. Нарушительницу выявила мобильная группа. В настоящее время подобные группы активно мониторят ситуацию по области. Проводятся рейды в местах массового скопления людей. Члены мобильных групп следят за тем, чтобы граждане соблюдали меры предосторожности, а субъекты бизнеса, а именно партнеры АШХ, работали добросовестно. Сегодня больше 600 человек задействовано в работе мобильных групп. Об этом сообщили в ходе брифинга на региональной службе коммуникации. В настоящее время в области функционирует 112 мобильных групп. В работе задействованы порядка 600 человек из числа государственных служащих, сотрудников полиции, общественников, волонтеров. С 1 января текущего года группами проверено 133 тысячи объектов, выявлено более 2000 нарушений, наложено 1272 штрафа. Приблизительная сумма штрафов составила свыше 103 миллиона тенге. Карагандинцев призывают проявлять сознательность и обращаться в службу СНМ-109 в случае осведомленности о нарушении карантинных мер. С начала года поступило более 460 обращений от горожан. Люди сообщают о проводимых массовых мероприятиях, незаконной торговле, массовых спортивных мероприятиях. Уважаемые жители Карагандинской области, ограничительные меры, а также мониторинговые и рейдовые мероприятия, принимаемые в стране, являются необходимыми в текущих эпидемиологических условиях. В связи с чем просим вас проявить понимание, сознательность, соблюдать масочный режим, без необходимости не посещать места массового скопления людей, берегите себя и своих близких. У предпринимателей всегда есть выбор. Можно лишиться прибыли, сетую на локдаун, а можно приспособиться к новым условиям работы. Благодаря АШЭХ бизнес получил возможность работать до 22 часов. Карагандинская область занимает третью строчку в стране по количеству действующих партнеров АШЭХ. В сравнении с 22 июля число участников выросло в 5 раз. Добровольными участниками проекта присваивается статус лидера. На сегодняшний день в области 71 лидер, это добросовестные участники проекта АШЭХ. К основным критериям которых относятся количество фиксаций за 2 недели. Так, для объектов общепита это свыше 1000 фиксаций за 2 недели в городе Караганди и 500 фиксаций для районов и городов. Для торгово-развлекательных центров в областном центре 25 тысяч фиксаций. И в районах и городах это 10 тысяч фиксаций. С 9 августа лидеры АШЭХ смогут продлить режим работы до полуночи, а проще участники программы до 22 часов. Также предпринимателям оказывается и другая помощь в виде государственной поддержки. Так, финансирование дорожной карты бизнеса составит 8,7 миллиардов тенге. Выделены дополнительные средства на льготное микрокредитование малого и среднего бизнеса. А в августе начнется прием заявок на предоставление 100 грантов Акима области. Они предназначены для молодых предпринимателей. Тухжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о происшествиях. Спустя 7 дней спасатели обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего 32-летнего мужчины. Несчастный случай произошел 27 июля на озере Рудничное в Бухаржравском районе. Это в 2 километрах юго-западней села Шалкар. Спасатели отмечают, что основными причинами трагедии на воде являются купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра. Всего с начала купального сезона на территории области зарегистрированы 16 случаев гибели людей из них двое детей. За аналогичный период 2020 года были зарегистрированы 15 случаев из них двое детей. В этой связи Департамент Почиевской организации области еще раз напоминает и просит жителей области соблюдать меры предосторожности при купании, не оставлять детей без присмотра, не купаться в необорудованных местах, не входить в воду в состояние алкогольного, наркотического опьянения, не заплывать за быки, обозначающие границы заплыва, не плавать на предметах, не предназначенных для этих целей. В Жизгазгане полиция установила личность велосипедиста, который тащил по земле мертвую кошку. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчиной оказался 51-летний житель города Жизгазган. По его словам, животное на момент перевозки было уже мертвым примерно сутки и ввез он его хоронить за жилой массив. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба областного департамента полиции. Тимиртауский музей открыл онлайн-экспозицию ко дню строителя. Представлен редчайший экспонат удостоверения первостроителя «Каргресс». Экспозиция рассказывает о невероятных событиях 30-х годов прошлого века, превративших поселок Самаркандский в промышленный центр Казахстана. В начале 30-х годов 20-го века началась активная разработка Карагандинского угольного бассейна. Из-за быстрого прироста населения за счет прибытия рабочих появились проблемы с обеспечением водой и электроэнергии. Было решено построить водохранилище и гидроэлектростанцию. Подходящее место нашлось на реке Нура возле поселка Самаркандский. В 1934 году 50 опытных инженеров и техников Днепрогесса получили новое назначение. Каждому выдали удостоверение о командировке на два года. Получил такой документ и Никифор Мацнев. Это удостоверение о командировке в отдаленную местность в наударную стройку Каргресс-строй сроком на два года. Вы видите удостоверение, которое выдали Мацневу Никифору Федоровичу, ветерану гражданской войны, командиру запаса, строителю Днепрогесс. И вот в 1934 год строители приезжают в поселок Самаркандский. По их воспоминаниям поселок встретил их тремя улицами, саманными домами и голой степью. Здесь не было практически ничего, кроме небольшой больницы на 10 коек, аптеки и, соответственно, степью. Несмотря на все трудности, в 1939 году гидроузел был достроен. Началось заполнение водохранилища водой. В самом поселке появились школа, детский сад, парк и дома для рабочих. В 1942 году Каргресс-1 дала первый ток Караганде. Вскоре многие из первостроителей уехали в другие города. Никифор Мацнев предпочел вместе с семьей остаться жить в Темиртау. И сейчас мы хотим поздравить всех строителей с их профессиональным праздником. И заодно поблагодарить всех подписчиков за то, что вы были на нашем прямом эфире. Спасибо и до свидания. Эта экспозиция приурочена ко Дню строителя, который отмечается в Казахстане каждое второе воскресенье августа. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области пройдет онлайн-чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди любителей бега. Соревнование под названием «Пробеги, поддержи» посвящено Дню спорта и Дню Конституции Республики Казахстан. В забеге могут принять участие все желающие жители региона старше 16 лет. По информации областного управления физкультуры и спорта, онлайн-соревнования продлятся с 9 часов 9 августа до 18 часов вечера 12 августа. Мужчины должны пробежать 4000 метров, женщины – 2000. Сделать это можно по грунтовой, асфальтированной дорожке или по пересеченной местности. Соревнования личные, итоги в которых подводятся по результатам забегов, зафиксированных мобильным приложением «Страва». Каждый участник имеет право прислать только один скриншот с дистанцией и результатом. Перед началом кросса ему необходимо представиться и показать время, дату начала онлайн-забега, чтобы они соответствовали данным «Страва». Затем прислать видео и скриншот судье. Нельзя передавать гаджет с включенной программой другому лицу. Дистанцию бежит один человек. Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и призами. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Смотрите полный выпуск новостей на официальном сайте канала в социальных сетях. Берегите себя, соблюдайте дистанцию и носите маски. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»